Приветствую вас. Ну конечно, если супруги видят проблему, если они её осознают, если они хотят быть вместе, если они хотят работать над отношениями и над собой, то возможно всё, возможно абсолютно всё, возможно восстановление отношений, возможно перевод отношений на более высокий даже уровень, вот, а всё это в общем и целом вполне реально. Другое дело, если такого силания нет, да, если нет силания, например, отношения как-то уже сохранять, если нет желания, отношения как-то уже вытаскивать, ну понятно, да? Вот. То в таком случае, конечно, действительно никакого шанса у вас нет и в общем и целом быть не может. Вот, это как бы понятно. Но то, что всё исправимо, это в принципе да. Вот. А что касается детей, что касается детей, то ради детей отношения, конечно, сохранять не нужно, потому что вы подавляете таким образом и себя, вы подавляете таким образом и, соответственно, своего супруга, вы не являетесь счастливыми оба, вот, и не являясь счастливой парой родителей, вы, естественно, не можете сделать счастливыми своих детей, вот. Поэтому не нужно сохранять отношения, да, ну, только ради вот своих детей. это не есть правильно, это, их есть, по сути, лицемерие, вот, и к чему хорошему это привести, к сожалению, не может. То, что вам неприятно, да, то, что вам неприятно, ну, вот, прикосновение мужа, там, и так далее, это, скорее, что-то вроде скрипта. Это уже, так называемая, готовая модель поведения, вот, то есть, я готов реагировать, да, на тебя, вот, в привычной форме, ну, привычной для себя, естественно, естественно, форме, вот, и по-другому реагировать, ну, я, там, например, да, просто не могу, вот. А, вот, в этом случае скрипты, его, так же можно скорректировать, его, так же можно поменять, его, так же можно переделать, вот. Вот, ну, для этого, понятное дело, нужна работа, нужна работа, работа в том числе и с вами, вот. Да, потому что вам неприятно, вы чувствуете какой-то, вот, негатив, ну, связанный, вот, с супругом. Ну, это, соответственно, тоже можно исправить, вам не все равно. И, в этом смысле, вот, в этом смысле, в смысле, что вам не все равно, а, вот здесь, конечно, есть определенный такой шанс на то, что ситуация еще может быть исправлена, потому что вам не все равно. Вот, если бы вам было бы все равно, да, то есть, если бы вы ничего не чувствовали вообще, вот. Ну, в таком случае, наверное, можно было бы сказать, что, да, действительно, никаких шансов нет, так. А неприязнь, неприязнь, это, по сути, ну, вполне возможно, вполне возможно, обратная, обратная сторона, ну, сейчас, ну, ваших, ваших отношений, вот. И если проанализировать это, то, кто знает, может быть, может быть, можно будет и исправить то, что вот между вами сейчас происходит. Вот я не говорю, что это со стопроцентной уверенностью, потому что, еще раз повторяю, что для этого нужны усилия, в том числе и со стороны мужа, вот. Но я думаю, что так, я думаю, что это вполне реально, вот. Что касается, значит, детей, да, то здесь я, в принципе, сказал, что детям не будет лучше, если вы как-то вот будете ради них, из-за них, да, будете страдать. Вот, детям лучше от этого не будет никак. Вот, наоборот, эта жертвенность, она им передастся, вот, она будет преследовать их по жизни, вот, и может существенно попортить им их жизненный путь, вот. Чего вы категорически, наверное, значит, не хотели бы, вот. Решать вам, если вы не хотите работать над отношениями, то, соответственно, лучше будет, если вы их закончите как можно быстрее, а если вы хотели бы попробовать, то начните с себя, хотя бы ради детей, хотя бы чтобы честно сказать, что я сделала все для того, чтобы у детей была полноценная семья. Разручатся, разручатся, не успеете всегда. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рада на ночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...